Дорогие воины, сегодня у вас знаменательный день, таких дней в жизни два, по-настоящему важных и по-настоящему трепетных. Сегодня вы присягнули Отечеству. Присягу, простите, я не могу назвать просто ритуалом, так как это не магическое действие. Присяга – это не церемония, так как это не простое торжественное мероприятие. Присяга – это обет, клятва перед страной, людьми своей совестью. Вы даете свое честное слово быть верными Родине и защищать ее до последнего вздоха. И ваша честь и достоинство служат тому порукой. Вы сегодня приняли первую священную обязанность. Служба закончится через год или меньше или больше, а данное слово будет с вами до конца дней. С каждым днем своей жизни вы будете отчетливее понимать, зачем и от кого защищать Родину. С каждым прожитым днем вы будете все больше и больше любить свою Отчизну, Особенно, если в ней будет доля вашего труда и частичка сердца. Мы не выбираем родителей и не выбираем место, где родиться. Но от нас зависит, каким будет наш дом и каким будет государство, в котором мы выросли и живем. Прославят ли его наши дела? Будем мы созидать или будем ругать и разрушать то, что нам оставили наши прадеды, деды и отцы? Будем ли мы глумиться над мужеством наших предков или будем, по их примеру, воспитывать в себе характер и волю? Я сказал, что таких дней в жизни два. Второй – это обет верности в браке. Родина и супруга у человека может быть одна. Неважно, что сегодня бытует мнение, что можно легко сойтись и легко разойтись, просто эмигрировать и получать больше благ в другой стране. Никто, кто так поступил, еще не испытал настоящего счастья и удовлетворения от жизни. Лишь разочарование и пустоту. Потому что это духовный закон, который действует помимо воли и желания человека. Вы сегодня дали обещание быть верными. И когда мы не держим слова, мы становимся предателями. Может, кто-то из людей скажет, и что здесь такого? Но совесть обличит, и суд ее строг. И тогда жизнь превращается в попытки заглушить этот голос. Глядя на вас, мне вспоминается время, когда я так же, как и вы сейчас, я стоял на плацу воинской части Казанского Кремля и принимал присягу в 20-ти градусный мороз. Это было в стране, которая победила расизм и фашизм. Которая вернула земле мир. Я был счастлив, что буду служить Отечеству. Мне хотелось быть полезным и нужным стране. Служба в армии, ее дисциплина, ее ответственность схожи с христианскими принципами жизни. Именно служба в армии подтолкнула меня к выбору дальнейшего жизненного пути. Сегодня с радостью поздравляю вас и вместе с вами своего племянника и крестника. Знаю, что он с волнением, как и вы, ожидал ту минуту, когда он будет осознанно произносить не пустые для него слова. Желаю всем вам, от командиров до рядовых, сохранить в сердце те возвышенные чувства, которые, я уверен, многие сейчас переживают. желаю вам всегда держать свое слово и хранить верность. Пусть служба для вас, ребята, станет достойной школой жизни. А Господь пусть хранит наше Отечество, чтобы никогда не было в нем повода нам браться за оружие. Поздравляю вас! Слопустую!